Берем на этапе, когда нет еще никакого одних дыхания, одна сжигалка. Вот этот шок, который будет вызван струей газовой смеси, пробиться сутки, двое суток, месяц. А какое время добычи шокировано? На несколько секунд. На несколько секунд? Секунд. Ну, конечно. Как только пришел в себя, тут же убрал. Так что, если у драконщика очень много времени для того, чтобы как-то там ждать после того, как сработала сжигалка. Простите, газовый пистолет. Кстати, вы учтите, что можно ли драконщик сделать серию выстрелов сразу? Нет. А у него газовой смеси не хватит. Так что к стрельбе-то он относится очень и очень экономно. Так? Поэтому, после каждого выстрела он, естественно, должен как можно быстрее подхватить, поймать, сбить свою добычу. Отлично. Имеем примерно такую ситуацию. Три головы. Кстати, обратите внимание, резко расширился обзор. Можно исследовать ситуацию не только прямо по ходу, но и в сторону. Так? Значит, это повышает шансы обнаружения? Да, конечно. Значит, вот здесь несущие конечности, это лапы переднего тела. Переднее тело бедолага тащит на себе двух этих сожигов. Потому что участвуют ли в нормальном перемещении вот эти лапы боковых конечностей. Не дай бог они влезут в общий ход, они просто собьют. Никто никуда тогда не пойдет. Поэтому со временем боковые тела приучаются к такому халявному образу жизни. Значит, во время движения лапки поджали и катаемся на центральном теле. Ну а центральное тело тащит их на себя. Но в это время боковые тела оглядывают окружающее, сканируют. Отлично. Допустим, даже без всякого газового пистолета, а вспомним, стоит, что газовая отрыжка у них самая сильная. Одна нужна добыча, так, на расстоянии, которые можно достать этой лапой. Обратите внимание, это ведь не прям походу. Центральное тело такой добычи дотянется или нет? Нет. А боковое дотянется. Ну, для надежности, боковое тело пыхнуло газовой смесью, так, кузнечик или жук в шоке завалился, а боковое тело его хлоп, лапой накрыло, чтобы не удрало. После этого все обратили внимание, что сбоку-то происходит что-то интересное, развернулись, двинулись туда. А в это время боковое тело быстренько жукоскопом. Так? Значит, смотрите, что он получается. Если мы смотрим на эту конструкцию спея, переднее тело, два боковые тела. Реднее тело, два боковых лапы. Так? Значит. А теперь, для более успешного питания, вот эти лапы в движении никак не участвуют. Если они вплетаются, пробуют, вплетаются в нормальное движение, получается все хуже. Так? А скажите, какой поздний мутантик будет иметь больше вывершений? Тот, у которого произойдет удлинение лап бокового тела, или тот, у кого не произойдет удлинение? Тот, у которого произойдет. А понятно, что увеличивается зона покрытия. Больше добыча, ведь существо не безумное, подвижное. Движство медленно неуклюжено. Значит, пойдет отбор на вот этот радиус захвата из неподвижного положения. Так? При этом, надо ли обязательно делать вот эти локчи лапы мощными, толстыми, сильными? Нет. Нет, они в нагрузку при движении не падают. Согласны? Да. Согласны. Значит, можно ожидать в этой ситуации отборного удлинения конечностей. Теперь подумаем, а какая часть конечностей, какую часть выгоднее удлинять? Плечо, предплечье, запястье, пясть, пальцы. 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 Почему именно пальцы выгоднее? Потому что они не взгляды. А раздвигаясь пальца, облавливают большую территорию. Вот это же палка. Понятно? А вот это, ловушка для большой территории. А вот теперь, что выгодно поставить между пальцами? Перепонку. Перепонку. Потому что тогда у вас добыча между пальцами не влетает. Но если возникает перепонка в результате мутации, сразу возникает какая проблема? Не то, что мы хотели. Нет, почему? Накрыть-то добычу можно. Вы получили такой большой сочет. Нет, сдвинуть пальцы взять тоже можно. Какая проблема? Проблема другая. Легко ли провести молниеносное движение облаку? Нет, сложно, потому что... Какое усилие должны уметь теперь развивать лапа? А, теперь сильнее. Понятно, что намного сильнее. Поэтому... А какое направление это усилие? Движение-то какое? Как раз. Вот так. Сверху вниз. Вот это. Поэтому будет сильная мускулатура. Значит, в результате у ребят, у которых пошло прогрессивное развитие боковых конечностей для охотничьих целей... Полетная мускулатура. Да. Начинает развиваться полетная мускулатура. Что с грудиной будет происходить? Она приобретает... Киль на грудине. Да. Ну, потому что... Вот это вот качаем. Крючика надо куда-то. Да. Так. А как только вы получили эту могучую полетную мускулатуру, ее срабатывание, чтобы не раздавить грудную клетку, вызовет усиление каракоида. Да. И мы получаем качающуюся грудину. То, что было у птиц. Воздушные мешки уже есть. Обратите внимание. Основной набор признаков, которые нужны для полета, формируется опять же по поводу полета. Совершенно другая задача. Совершенно другая задача. Охотничье поведение. Как? Ну, а дальше? А дальше уже начнется вот что. Примерно такая же история, как с орнитонимами. Если у нас уже на определенном эволюционном этапе, есть длинные боковые конечности, особенно длинный участок пальца, между пальцами перепонка, есть мускулатура и ее крепление, что существенное, способное совершать мощные движения в дождевом кроме плоскости, то такой дракончик, вот хорошо, он сработал газовым пистолетом, а стрекоза все равно поднялась в руку. Вот она такая, чумелая слегка. Он попробует... Ага, он попробует за ней прыгнуть. И приседать. На что в воздухе будет стараться опереться. А вот он будет подойдет взять. На что старая, значит... Понятно, что начинается та же самая игра. Пока никакой не полет, это подпрыгивание. Но среди этих подпрыгивающих газовых пистолетов, такой прыгающий газовый пистолет, на самом деле, кстати, такой прыжок увеличивает длину поражения. Вот если я не сразу прыгаю, а сначала прыгнул, а потом в конце прыжка рвнул, я резко приблизился, да? Хорошо. А при этом, кстати, какая шея становится выгодна? Мутации по поводу шеи, да по поводу любых частей тел происходит всегда. Просто подхватывает отбор не все мутации, а только те, которые выгодны. Ясно, что до этого длинная шея была просто не нужна. А теперь нужна. А теперь очень даже нужна. Потому что лапы теперь не заняты удерживанием добычи. Вот у этого, предшествующего от этого. Добыча приплопывали лапы. А если лапы превратились в органы отталкивания от воздуха, то основная лапушка пасть. Челюсти, отборное удлинение челюстей, отборное удлинение шеи. Ну, понимаете, все эти мутации происходят пока что с бокалами, правильно, да? То есть у них удлиняется шея, усиливается по лёдному кускулатуру. Отлично. То есть масса, конечно же, тоже увеличивается. Стоп, 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 стоп. Скажите, пожалуйста, а центральному телу? Вот, центральному. Нет, подождите. Центральному телу не выгодно иметь длинную шею? Он же не рогает. Что? Он же не рогает. Так он хватает. Так это не важно, схватить он может, если мимо него. Если я в прыжке достал уже жертву, схватить я могу челюстями схватить. Какую шею для этого лучше иметь? Для этого. Какую длину челюстей для этого лучше иметь? Моритую большую. Так что отборное удлинение шеи длиной челюстей будет касаться всех сторон. А кого интересуют детали анатомии вот как раз вот в этом участке, как распределяются грудины, как расстаются ребра, к следующему занятию после обеда я притащу вам уже свое с прорисовочками на эту тему. Потому что у меня это разработано до косточки. То есть я могу сейчас взять и построить драконов из отдельных костей, мышц, тела и так далее. Как отдельные ребра друг с другом сочиняются, как при этом шла вентиляция, шла вентиляция легких, как работали сердца, как сокращается практически каждая мышца, которая приводит в движение тела. И вот теперь давайте подумаем, а решили ли мы уже задачу поставленную. Смотрите, мы получили переход к полету, возникновение крыла, мы получили огнетых ранее, мы получили трехголовый зверь. Так? Все ли интересное про дракона мы узнали? Нет. А понимаете, что мы тут начали узнавать? Да. Тот зверь, который мы построили, да, это уже дракон. Но это так называемый архаичный дракон. Какие вопросы пока остались без ответа? Клад и тела. Значит, мудрый дракон, магия дракона, клады дракона, девушки дракона. Что? Нет, это понятно. Это все. Ну, давайте клады сразу уж, раз вы такие умные у вас, сразу сыграем в эту игру. Понятно, что у многих животных возникает запасание необходимых весов. Ну, сойки себе там устраивают, склады всего на свете. Бурунгок на зиму там, орешки запасают. Как положено, если пить, становится для дракона необходимым. А вот я ворюси. Запасает эрита. При этом может ошибиться? Да. Ошибиться может. В результате вместо вкусного и полезного эрита подхватил какую-то очень похожую, тоже блестящую, желтую, тяжелую, но совершенно невкусную и поганую. Что это он подхватил? Золотой. Притащил к себе пещеру и пусть, я думаю, разобрался. Вот это вот все мне нужно, а вот это тринь какая-то. Что он с этой тринькой? Разбрасываем. Забрасываем. Поскольку крупные тени долго живут, что за время жизни дракона, сколько таких отходов его промысла нагавливается в пещере, где он живет. Много. Много. Значит, дождь, гроза, хозяин пещеры дракон в это время улетел на охоту, а пастух, которого гроза застала, залез в пещеру. И что он видит в пещере? Золотом. Сокровища он видит в пещере. Да? Значит, набрал сколько мог, побежал в деревню, говорит, ребят, там дракон в горе живет, да? Сокровища у него в пещере полны-полны. Что делают все односельчане? Бегут с мешками. Хватают чемоданы, тачки, носилки и все зазвук. Так? А в это время дракон возвращается в охоту. А он думает, что... Что видит дракон? Постегает на его певи. Толпа каких-то странных отморозков ломится к нему домой, во-первых, прежде всего домой, просто домой, да? Что делает дракон? Ну, защищает. Так он зло-то защищает или тон-то даже еще? Да, и тон. Так, хорошо, возникает заварушка. Выжившие пастухи после этого что будут рассказывать соседям? То, что вон оборезает золото. Да, дракон, кроме того, что он страшный, однедыщий и так далее, жутко жадный. Насмех дрался из-за золота. Ну, потому что с точки зрения пастухов. Что в этой вонючей пещере, кроме золота, может быть цельного? Ровно ничего. Так что это вот случай когнитивного диссонанса, когда один другого пастуху. Если бы удалось объяснить пастухам, что, слушай, нам вот это вот надо, да? То дракон вообще с удовольствием на это отдал. От него мусор, от которого все равно исправился. Это же ситуация с кладами. Ну, а с магическим оружием это чай позже станет. Понятно? Там просто тоже раскладывается очень красиво. Ведь кроме золота, драгоценных камней, в пещерах дракона еще волшебное оружие. Если вспомните миф, так, причем не просто оружие, а, как правило, что? Меч. Волшебные мечи. Вот откуда там волшебные мечи, мы видим похоже.